в России дискредитировать его за рубежом проведение выборов, все это никак не повлияло, да и не могло. Станислав Бернуаль, Ольга Альвухина, Вести. Ну и под конец часа пора подвести итоги нашего вот этого большого информационного то ли вечера, то ли ночи, в ходе которого мы обсуждали первые итоги выборов, которые продолжались в нашей стране, еще раз напомним, три дня. Избирали депутатов Госдумы 8-го созыва, 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В 12 регионах прошли выборы губернаторов, в 9 прямым голосованием, еще в 3 голосованиях в местных парламентах. В 39 регионах выбирали депутатов ЗАГС собраний. Итак, к этой минуте обработаны почти 30% протоколов на выборах. В Госдуму лидирует Единая Россия с 45% голосов. На втором месте КПРФ 21,8%. Замыкает тройку ЛДПР, у них 8,3%, преодолевает 5% барьер. Справедливая Россия 7,4% и партия «Новые люди» 6,3%. Ну и последние данные из регионов, где выбирали губернаторов. В Хабаровском крае уверенно лидирует в Рио главы региона Михаил Дегтярев. У него 57,2%. После обработки 90% протоколов уже временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,5% голосов. После обработки 33% бюллетеней на досрочных выборах главы региона. Вот это те кандидаты, о которых, наверное, можно уже с уверенностью говорить. О остальных регионах еще пока ведется подсчет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Россия подводит итоги выборов в Государственную Думу 8-го созыва Второе место с отрывом более чем вдвое у КПРФ без малого на 22%. На третьем идет ЛДПР. Она набирает больше 8%. В нижнюю палату проходят также «Справедливая Россия», «Патриоты» за «За правду». Хотел бы от себя лично поблагодарить всех избирателей, кто пришел в эти три дня на избирательные участки, кто проголосовал дистанционно, кто отдал свои голоса за единую Россию, за будущее нашей страны, за будущее наших детей и наших внуков. Ура! Спасибо тем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию. Ура! В Москве небывалая активность. Около 50% избирателей пришли и проголосовали. Спасибо им за это. Ура! В предложение программы «Единой России» вошли задачи по защите наших семей, по защите наших детей. Это бесценно для каждого из нас. Я знаю, что все это было не зря. Все это было важно и наполнено смыслом. И я хочу сказать, что теперь те кандидаты, которые будут защищать эту программу и наши с вами предложения и поручения, для них все только начинается. Только вперед! Ура! Идея наших встреч была ровно одна. Формирование раздела здравоохранения народной программы. Перезагрузка здравоохранения в интересах, в первую очередь, пациентов и врачей. Я хотел всех поблагодарить за поддержку, потому что в этот период мы, правда, чувствовали поддержку тысячи сердец. Мы чувствовали поддержку наших коллег. И спасибо вам за это. Без вашей поддержки этого было бы реально невозможно. Пандемия показала, что вместе мы непобедимы. Что вместе мы многое можем. Вперед! Мы во многом показали результат. За счет поддержки президента. За счет тех инициатив, которые мы взяли из каждого региона. И тех, действительно, подвижников, которые их развивали. Профессионалов, которые показали комплексность задач нашего развития. Представители КПРФ следят за подсчетом голосов в своем избирательном штабе. На данный момент коммунисты на втором месте на выборах в Госдуму. О реакции партии узнала Мария Слободянская. КПРФ итоги выборов сегодня не празднует. В штабе решили провести короткий брифинг с журналистами. Затем лидер коммунистов отправился общаться с регионами. Ну а основные итоги здесь уже надеются подвести завтра. И тем не менее, результаты пока что промежуточные. Для партии очень хорошее. Серебро второе место. Причем очень уверенное. По подсчетам тех протоколов, которые есть на данный час, партия получает около 22-23%. Это, безусловно, лучший результат за последние годы. Например, на прошлых выборах партия набрала чуть больше 13%. Получила 42 места. В этом году результат будет значительно выше. Мы удвоили, утроили повсеместный результат. С точки зрения доверия, я провел 115 встреч. Вот сидит Гамов, он подтвердит. Включаем вопросы, которые идут с мест. По 20-30 вопросов. Ни одного грязного вопроса не было. Ни одного. Люди обеспокоены, хотят разобраться, но все с уважением. Я объехал все города и весь, и абсолютное большинство подходили, здоровались, слушали. Атмосфера резко изменилась в пользу социализации жизни. И граждане понимают, что наша партия, это во многом спасение, это способ достойно выйти из крайне трудного кризиса. Поэтому они ее поддерживают и будут защищать активно. Высокие результаты в КПРФ отмечают на Дальнем Востоке, где, опять же, по предварительным данным, правда, озвучили их в ходе брифинга, партия набрала где-то 25, иногда даже 27 процентов. Конечно, пока идет подсчет голосов, ориентируется в том числе на результаты экзит-полов. По разным данным, по ним партия набрала примерно 21 процент. И вот с таким результатом в КПРФ не согласны. Они считают, что их реальные результаты в итоге будут выше. Но мы можем констатировать, что уже по всей стране, и Урал, и по Волжье, и Центр России, и Северо-Запад, где идет подсчет голосов, показывают очень высокие результаты КПРФ. Мы где-то обходим Единую Россию, где-то уверенно занимаем второе место, идя нос в нос с ними. Поэтому, конечно, ключевая задача всей структуры партии, всех наших наблюдателей, сторонников и союзников, которые с нами пошли контролировать результаты, сейчас удержать эти результаты. На эти выборы КПРФ направили 300 тысяч наблюдателей. И все они будут продолжать работу ночью при подсчете голосов. До подведения окончательных итогов работы продолжит работу и общественный штаб. Партии всю ночь здесь также будут следить за ходом подсчета голосов и контролировать для того, чтобы избежать различных фальсификаций. Итоги окончательных выборов подведут уже в полдень завтрашнего дня. Но, тем не менее, очевидно, что в КПРФ результатами этой кампании будут довольны. Мария Слободянская, Сергей Рубанов, Геннадий Корнеев и Александр Перфильева. Вести. После обработки 30% протоколов в ЛДПР на третьем месте. Вот как избирательную кампанию оценил бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский. Компания прошла очень спокойно, ровно. Были какие-то эксцессии во время дебатов, какие-то нарушения. Где-то подвозили кого-то, где-то срывали баннер какой-то, где-то, так сказать, что-то вбросили. Но это значительно меньше, чем пять лет назад. И это все пресекалось. Вплоть до возможного возбуждения уголовных дел. Там, где на камеру тряпки навешивали и так далее. Справедливая Россия патриоты за правду набрала более 7% и обошла новых людей. Тенденция хорошая, считает Сергей Миронов. Рано подводить итоги, пока только предварительные. Я думаю, что вы сами видите, после того, как начался подсчет после 21 на 0 по Москве, мы видим тенденцию, которая нас на этот момент устраивает. Тенденция заключается, что те пять партий, которые показывают лучшие результаты, дают такие параметры. Две только партии прибавляют. Это партия Единая Россия и наша социалистическая партия с пруди России патриоты за правду. КПРФ, ЛДПР и новые люди у них все время падают. Дождемся окончательного подведения итогов выборов. То, что у нас явно неплохо получится по одномандатным кругам, я не сомневаюсь, но конкретику надо ждать. После обработки 20,06% протоколов на выборах в Госдуму партии пенсионеров 2,91% голосов. И вот как эти первые промежуточные итоги голосования прокомментировали в руководстве партии. Партия пенсионеров выдвинула своих кандидатов в законодательные собрания 26 регионов страны. И нас очень радует, что в отличие от результатов выборов в Государственную Дубу, в целом ряде законодательных собраний наши кандидаты уверенно преодолевают не то, что 5%, а 7% и более процентный барьер. Это, безусловно, мы рассматриваем как результат доверия к нашим кандидатов и понимание того, что стабильная и мудрая социальная политика – это основа безопасности российского государства. Теперь на Камчатку. Там обработано уже почти 95% протоколов. И по этим предварительным итогам в лидерах «Един Россия». Как распределились голоса между партиями, узнаем у нашего корреспондента Валерии Стычинской. Она на прямой связи со студией. Валерия, вам уже доброе утро. Расскажите, как прошло голосование, какие цифры у вас к этой минуте. Да, Павел, я вас приветствую. Всю ночь наша съемочная группа следила за обновлением данных по голосованию. По состоянию на 5 часов утра было известно, что обработано всего лишь 19% от общего объема бюллетеней. И это неудивительно. В этом году жители нашего края выбирали депутатов не только в Государственную Думу России, но и в Законодательное собрание региона. Также отдельные муниципалитеты голосовали за глав в органы местного самоуправления. Некоторые жители получали на руки по 5-6 бюллетеней. Сейчас подсчет голосов продолжается. К данному часу известно, что по выборам депутатов в Государственную Думу России обработано 94,72% протоколов. По выборам в Законодательное собрание региона обработано 58,86%. На данный момент уже есть предварительные результаты голосования и вот что известно к данной минуте. По выборам депутатов Государственной Думы явка избирателей составила 42,62%. И среди 14 избирательных объединений, которые принимали участие в выборах депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу, места распределились следующим образом. Наибольшее число голосов набрала российская политическая партия «Единая Россия». 35,29% голосов избирателей отдано за эту политическую партию. На втором месте КПРФ 23,71% голосов избирателей получила это политическая партия. На третьем месте политическая партия ЛДПР 11,68% голосов избирателей. Завтра, 21 сентября, избирательная комиссия Камчатского края проведет брифинг, на котором будут официально озвучены итоги по выборам 2021. На этом у меня все. Павел, передаю вам слово. Спасибо, Валерия Стычинская рассказала о том, как проголосовала Камчатка. Ну а в Магадане 43% избирателей проголосовали на выборы в Госдуму. Как там распределились голоса, узнаем у нашего корреспондента Людмилы Щербаковой. Она на прямой связи со студией. Людмила, приветствую. Как проходит подсчет голосов и какие данные у вас к этой минуте? Здравствуйте. У нас обработано больше 99% протоколов. Лидирует «Единая Россия». Она получила больше 49% голосов. КПРов на втором месте, больше 21%. На третьем месте ЛДПР около 10%. Ну и в Государственную Думу у нас проходит также депутат от «Единой России» Антон Басанский. Вот по последним данным он получил 54% голосов. Но еще не обработаны данные с трех участков. Их обработают в течение дня. И уже тогда будет точная картина. Ну надо сказать, что на нескольких участках в Магадане вообще поубедили коммунистов. Они получили большинство, что, конечно, было неожиданностью. Ну а более активно все-таки голосовала колоническая глубинка. В Магадане явка была гораздо ниже, чем в поселках. И тут как бы, в принципе, все было достаточно предсказуемо. Так у нас обычно и бывает. Нарушений каких-то особых не зафиксировано. Все прошло довольно спокойно. Павел. Спасибо, Людмила. Из Магадана на прямой связи была моя коллега Людмила Чербакова. Третий, заключительный и основной день голосования стал самым активным. Свой выбор сделали миллионы россиян онлайн и традиционным способом – очно на избирательных участках. Там, благодаря трехдневному формату большого скопления людей удалось избежать, что очень важно сегодня в контексте борьбы с коронавирусом. В этом увиделся и наш корреспондент Евгения Чирочкина. Какие партии займут кресла в Государственной Думе сегодня решают россияне. Заключительный этап голосования. Каждый голос может повлиять на итоги. Настроение оптимистическое, в принципе. Вообще, как бы, видно, что появились новые какие-то лица. Но пока я не готов за них голосовать. Так скажем. Голосую пока за тех, которые мне более понятны. Москвичи на избирательные участки приходят всей семьей. Ведь для многих этот процесс – многолетняя традиция. Те, кто впервые голосуют, идут на участки, чтобы запомнить этот день. Сын, супруга, отец. Мы все вместе, всей семьей. Это вот.